Всем привет, дорогие друзья! Вас приветствует компания Руфер, меня зовут Рыбаков Павел. Тема сегодняшнего видеоролика называется устройство мансардной крыши. Мансарда это тема большая, поэтому мне пришло в голову снять небольшой сериал. Вот, сегодня первая часть, которая называется гидроизоляция. Очень много различной информации вы мне понаписали в комментариях, какой утеплитель хороший, какой утеплитель плохой, много задавали вопросов, поэтому именно по этой причине мне пришло в голову снять вот этот сериал, в котором я хочу поделиться своим опытом, потому что опыт у меня большой, с 2006 года я занимаюсь кровельными работами, учился в различных заведениях, учился у самых крутых кровищков в России. Теперь хочу, соответственно, этим опытом поделиться с вами. Итак, гидроизоляция. Гидроизоляции на рынке существует всего лишь два вида. Первое, это обычная гидроизоляционная пленка, и второе, это диффузионная мембрана. Разница между этими пленками, что гидроизоляция практически не обладает никакой паропроницаемостью, а диффузионная мембрана, соответственно, обладает высокой паропроницаемостью. Значит, когда мы используем обычную гидроизоляцию? Обычную гидроизоляцию мы используем тогда, когда у нас холодная крыша, тогда, когда у нас чердак. Ее задача, эта гидроизоляция, защищать кровлю. Когда ее только начинаете монтировать, вы, соответственно, пленку разложили, Идут какие-то осадки, снег, дождь, соответственно, эта гидроизоляция защищает наше перекрытие вот от таких осадков. Дальше, когда вы уже накрываете каким-то кровельным покрытием крышу, на кровельном покрытии с обратной стороны образуется конденсат, соответственно, этот конденсат попадает на гидроизоляцию и куда-то эта гидроизоляция, этот конденсат отводит. И третий момент, если вдруг произойдет какая-то протечка, например, в районе трубы или, например, если у вас металлочерепица, открутились саморезы, у вас образовалась дырка, влага попадает в эту дырку и эта гидроизоляционная пленка отводит эти осадки куда-то за пределы крыши. Диффузионная мембрана. Это пленка, которая выполняет три функции на кровле. Значит, первая функция, то же самое, как и гидроизоляция, когда вы ее монтируете, она может защищать кровлю, быть, вернее, временной кровлей, защищать крышу от осадков, от снега, от дождя. Потом, когда вы кровельное покрытие уже накрыли, соответственно, она образуется в конденсат на кровле, да, и она его отводит. То же самое временной протечке, также, если где-то что-то протекает, вода попадает на гидроизоляцию и отводит ее куда-то в сторону. Следующий момент. Эта пленка, так как я уже говорил, обладает высокой паропроницаемостью, соответственно, мы ее можем соприкасать непосредственно с утеплителем. У нас нету никакого по этому поводу страха. На гидроизоляции на это не будет образовываться никакого конденсата. Это, я считаю, что сейчас, если вы собрались сделать себе мансардную крышу, то использовать только диффузионные мембраны, потому что раньше, вот, например, если посмотреть старые инструкции по монтажу, то в мансардных крышах также используются и обычная гидроизоляционная пленка. Только между утеплителем и этой гидроизоляцией нам необходимо было сделать вентилируемый зазор. Но на данный момент это уже не целесообразно. У этого варианта есть много минусов. Два самых основных минуса – это то, что сделать такой вариант сложнее, особенно если у вас крыша сложная, имеет много различных плоскостей, вот, различных яндов, хребтов и так далее. А второй момент – то, что ваша конструкция мансарды получается не такой энергоэффективной, потому что холодный воздух ходит между гидроизоляцией и утеплителем, соответственно, он выдувает из утеплителя более теплый воздух, и утеплитель, он уже не такой энергоэффективный, как нам хотелось бы. Поэтому в Европе люди, так как давно уже занимаются мансардами, вот, они придумали такую пленку, которая обладает высокой паропроницаемостью, которую мы можем укладывать непосредственно с утеплителем, никакого конденсатора на пленке образовываться не будет. У нас воздух, который уходит по вентилируемому зазору сверху между пленкой и кровельным покрытием, он в утеплитель, соответственно, не попадает, и утеплитель у нас такой же теплый, как и должен быть. Итак, мы с вами выяснили, что существует два вида гидроизоляционных пленок. Нам подходит для устройства мансардной крыши намного лучше эта диффузионная мембрана, но помимо того, что мы ее монтируем, нам еще нужно понимать, что обязательно нужно проклеивать все стыки. Если вы делаете мансардную крышу, делаете утепление по стропилам, то пленка обязательно проклеивается, потому что если ее не проклеивать, то в стык попадает холодный воздух, который выдувает из утеплителя более теплый воздух, и конструкция вот этой нашей мансарды получается не такая энергоэффективная, как нам хотелось бы. Поэтому если вы строите мансардную крышу, обязательно проклеивайте стыки. Многие люди путают, что стыки нужно делать, нахлёст мы делаем 15 сантиметров в пленке, и нужно проклеивать именно, чтобы вода не завальцовывалась в обратную сторону и не попадала в утеплитель. На самом деле она туда никак не попадет, потому что нахлёст достаточно хороший. А вот воздух, который ходит по вентилируемому зазору, попадет в утеплитель, и утеплитель уже будет не такой теплый, как нам хотелось бы. Если вы монтируете гидроизоляционную пленку на чердаке, и утепление у вас идет по перекрытию, то гидроизоляционную пленку вы не проклеиваете, потому что холодный воздух будет идти по вентилируемому зазору от карниза к коньку и будет попадать между стыков. Таким образом, вентиляция чердака и подкровленного пространства в целом, да, она будет лучше. То есть система кровли в этом случае будет работать лучше, чем если вы проклеите гидроизоляционную пленку. Поэтому запомните это правило. Если вы утепляете крышу по стропилам, вы пленку проклеиваете везде, в яндовых там и так далее. Вот, если у вас крыша холодная, да, вы ее не утепляете. Если у вас чердак, соответственно, вы гидроизоляционную пленку, вот эти вот нахлёст, не проклеиваете. Это лучше для вентиляции чердака. Это лучше тем, что тот конденсат, который, возможно, будет на каких-то конструктивных элементах образовываться, соответственно, он будет лучше проветриваться, да, и уменьшать количество этого конденсата. Когда вы делаете утепление полностью по стропилам, полностью по стропилам, вот, важно, чтобы пленка в коньке была проклеена. Если вы делаете полумансардную крышу, когда у вас утепление идет частично по стропилам, а частично по балкам, которые сращиваются, называются ригеля, вот по этим ригелям, когда идет утепление, у вас образуется небольшой чердак, то пленка гидроизоляционная, она не проклеивается сверху. Это важно, чтобы тот воздух, который у нас попадает в этот небольшой чердачок, чтобы он выходил, попадал либо в коньковый аэратор, либо в точечный аэратор. Если у вас холодный чердак, то также в коньке гидроизоляционная пленка, она не проклеивается. Если, например, вы переживаете по поводу того, что у вас есть коньковый аэратор и туда может задувать снег, то гидроизоляционная пленка делается вот в этом месте с клапаном. То есть сверху основной нашей гидроизоляции есть еще одна гидроизоляция, которая как раз и спасает нашу крышу от попадания и задувания туда снега. У гидроизоляционных пленок есть много различных аксессуаров. Это нужно помнить, потому что, например, если вы делаете примыкание, то вы обязательно гидроизоляцию заводите на стену, примерно на 10-15 сантиметров, или у вас есть какая-то труба, и обязательно ее приклеивайте, потому что всякое бывает. Бывает, что через примыкание каким-то образом у вас попадает вода, соответственно, если у вас будет гидроизоляция приклеена, то эта вода уже в крышу непосредственно не попадет, потому что гидроизоляция смонтирована правильно, и она защищает вот как раз от таких мест. У качественных производителей есть все необходимые инструкции по монтажу и необходимые аксессуары для того, чтобы нам эту гидроизоляционную пленку качественно приклеить к кирпичу, к дереву, к металлу. Соответственно, вам просто нужно эти аксессуары купить, открыть эту инструкцию по монтажу и правильно все это дело применить. Также есть еще один аксессуар, который мы часто используем на крышах. Называется уплотнитель для контрбруса или для контррейки. Этот уплотнитель устанавливается на стропильную систему. Он нужен для того, что когда вы закручиваете саморез в контррейку или прибиваете ее, эту контррейку, гвоздем, у нас там образуется небольшое отверстие, через которое осадки или конденсат может затекать. Соответственно, утеплитель будет намокать и наша конструкция мансарда будет не такая энергоэффективна. Для того, чтобы нам сделать ее максимально энергоэффективной, наша задача сделать так, чтобы никакие осадки туда не попадали. Поэтому, если вы хотите сделать супергерметичную конструкцию, то обязательно используйте этот уплотнитель. Сейчас я нахожусь на мансардной кровле, на которой мы делаем контрутепление, добавляем пятый слой. Вот этот утеплитель базальтовый, он уже здесь был. Вы видите примерно, какого качества было сделано утепление. Вот здесь мы, помимо того, что делаем контрутепление, будем еще монтировать пароизоляционную пленку. Тема сегодняшнего видеоролика у нас диффузионные мембраны, поэтому я особо акцент на качество утепления не буду делать. Просто хочу вам показать, что такое некачественная диффузионная мембрана. Потому что, когда мы покупаем их в магазине, на внешний вид они примерно все одинаковые, но по цене, соответственно, они отличаются. Есть бюджетные варианты, есть более дорогие. Поэтому, чтобы вы понимали наглядно, что такое качественный материал и некачественный, хочу вам показать. Вот это вот диффузионная мембрана непонятного производителя. Видно, что она двухслойная, и вот этот вот нижний слой, он начинает отслаиваться. Видно здесь вот такие вот маленькие участки, большие участки. От чего это происходит? От того, что кровельное покрытие сверху идет металлочерепицы, она нагревается до температуры 70 градусов Цельсия. Соответственно, идет тепловой поток, который попадает на вот эту вот диффузионную мембрану. Соответственно, она этот поток не выдерживает и начинает разрушаться. Был недавно сильный дождик, очень сильный, и каким-то образом дождевая вода попала под металлочерепицу. И когда эта вода шла по гидрозолюционной пленке, вот на ней образовались пятна. Эти пятна на ощупь были влажные. Соответственно, вот эта гидрозолюционная пленка, она в целом, несмотря на то, что она здесь всего лишь находится 3 года, уже свое отслужила. И в дальнейшем мы договорились с клиентом, что, скорее всего, это будет на следующий год, что мы будем разбирать металлочерепицу и менять гидрозолюционную пленку на более качественную. Потому что такие вот отслаивания, это очень плохо. И говорит о том, что если эту гидрозолюцию оставить, то утеплитель потом будет намокать и потерять свои свойства. Если в целом пройтись по утеплению, такой небольшой акцент уже на утеплитель сделаю, видно, в каком качестве исполнено. Вот эти щели, насколько возможно, мы их заткнем. Ну, просто чтобы вы понимали, да, вот видно, вот эти щели, они такие большие зазоры имеют. Мы сюда напихаем утеплитель минерального вата, но все равно видно, что такое некачественная укладка утеплителя. Вот в этой комнате вот здесь вот видно, какие зазоры. Потом эти зазоры будут доставлять дискомфорт клиенту, то, возможно, отсюда будут какие-то выдувания, если их не заткнуть. А так, ну, вот так вот это все уложено. Если зайти вот в эту комнату, посмотреть вот эти вот места, все вот видно, как он лежит, все вот это вот является мостиками холода. Поэтому все это мы будем затыкать, делать еще дополнительное контур утепления, чтобы перекрыть эти мостики холода. Также, видите, здесь тоже никакого утеплителя ранее не было. И когда вот зимой люди жили здесь, вот отсюда были сквозняки, даже на пароизоляционной пленке старой, вот было небольшое обледенение. Вот видите, некачественное утепление. Что значит, напихали. Скрытая работа. Вот обычно они не сильно оплачиваются, поэтому люди стараются эту работу сделать быстро. Соответственно, качество получается вот такое вот. Продолжение следует...